Добрый день, дорогие друзья! Александр Белов, культ нового рождения, 3 мая 21-го Как ни странно, культ нового рождения дожил до нашего времени Ну, конечно, в изменённом виде, а всё начиналось в Верхнем Палеолите, хорошо Палеолитические Венеры, как говорится, беременные, пышногрудые Символизировали урожай, прочее, разное, но урожай человеческих потомков Как мы с вами понимаем, найдены они и во Франции, и в Германии Возраст 30-25 тысяч лет назад В общем, разные, и в костёнках у нас под Воронежем найдены Ну и, конечно, на Зарайской, в общем-то, нашей стоянке Родной, которая от 140 километров от центра Москвы находится Тоже найдены, и возраст их датируется радиоуглеродным методом 32 тысячи лет назад То есть, иными словами, древние карманьонцы, условно говоря, наши предки Условно потому, что много волн на территорию русской равнины было С великой степи, так скажем, вернее, так сказать, с евразийского пояса степного Одна из них, и волна, конечно, накрыла в своё время всю русскую равнину Это когда гонялись за мамонтом Но это уже неолит Неолитические фигурки тоже символизируют собой даму бальзаковского возраста С пышногрудой Ну, пышногрудой её особо не назовёшь Но теперь это такая бёдра Бёдра очень даже, неолит, глиняная скульптура В общем, женщина Это вот особая, как говорится, харапа Цивилизация харапа В общем, особый тип женщины Женщины были разные Ну, и такие женщины тоже В общем, всегда подчёркивалось плодородие Ну, и вот такие Это Индия харапа И такие В общем, всякие Разные Пусть будет больше разных красивых женщин Ну, а как же, в общем-то, за хоронение у карманьонцев происходило? В позе эмбриона их хоронили довольно часто Ну, не всегда, но часто Засыпали красные окры Почему в позе эмбриона? Да потому что поза зародуша Карманьонцы, наши дорогие друзья, верили Вернее, наши дорогие друзья, карманьонцы верили Что человек перерождается к новой жизни И они готовили умершего То, что он вошёл в лоно В лоно новой женщины Ну, вот здесь засыпание красной охры Свежей могилой И мы с вами понимаем С ремнями прикручивали ноги Ну, например, костёнки 14 Вообще затолкали в яму бедного человека Как говорится В скрученном состоянии Ну, что не сделаешь, чтобы войти в позу Вернее, так сказать, в лоно матери Будущая лона Ну, а чтобы дорога, в общем, длинная На тот свет и обратно Поэтому горшки, да Кусочек там говяжий Ну, или, так сказать, телячий Или прочие разные Окорока И прочего разного Ну, всякие культы Жезлоначальника было В принципе Учёные спорят, что это такое Ну, на самом деле Дефлоратор, скорее всего В общем-то Когда ритуальным способом Нарушались покровы Девственной плевны Они разные А ну, это уже, конечно, фалос Тоже карманьонский Ну, в смысле, не настоящий Каменный карманьонцы Долго его вытачивали Очевидно, может быть Тоже для ну, что дефлорация Ну, тем не менее У них культ был Не только женского лона Но и фалоса Но это, конечно, уже Совсем другая история Армения Второе тысячелетие До новой эры Ну, вот, как говорится Женщина позирует Женщины вообще любят Позировать Возле этих вещей Ну, современные армяне Не знаю, как они К этому относятся Может быть И достаточно скептически Христиане не очень Всё это Ну, это, в общем-то Культ предков Это уже Ирландия Так называемый Фань-камень И фактически он Как говорится Выполняет связь Земли И неба Такая у него связь Он до сих пор Эту связь выполняет Ну, а это вот Кладбище Обнаружено В Иране И, в принципе Как к ним относиться Никто не знает Но это стало Некой-мекой Паломничеством Для современных Туристов На самом деле Вы сами понимаете Ну, в общем Недвусмысленно Указывается Что надгробья На этих На кладбищах Имеют фалическую форму Но Википедия С этим не соглашается Она пишет о том Что, в общем-то Это Своеобразные Отмечали Как говорится Находки Лекарственных грибов Довольно Интересные Как говорится Отметки Лекарственных грибов Ну, вот Южная Осетия Северная Осетия Тоже Надгробья Вели в виде фалических Таких Так сказать Ну, зачем это все делали Понимаете Другие друзья Делали то Чтобы как бы Дать Придать умершего Вот эту вот Силу плодородия Силу Так сказать Восстания Из мертвых И чтобы Как говорится Он всегда вспоминал Что его ждут на земле И ему надо переродиться Войти в чрево Новой земной Женщины Северная Осетия Разные Надгробья Вот так они выглядят До сегодня Дошли Целые такие Комплексы В общем Некрополи Сами понимаете Ну, вот И с красной звездой Вполне себе Как бы В русле Традиции Пересечения Двух традиций Советской И древней Осетинской Кстати Осетины В 19 веке Только приняли Христианство Поэтому Они сильны До сих пор Порой Христианские Вернее До христианских Обычай Которые они Наследовали Уоланов Степных Кочевников Есть Предположение Что и скифы В принципе Использовали Аналогичную Символику И эта Символика В принципе Выражена Например В нашем Крыму В виде Фаллических Насгробных Камней Которые Конечно Когда Крым Был Не наш Украинские Проклятые Националисты Разбили Потому что Они не верят В это Все И они не верят В русскую Фаллическую Силу Но это Южнокорейский Уже Такой Как бы Сказать Фольклорный Парк В виде Всяких Так сказать Уже Новый Язов Новых Изображений В общем Туристов Тоже Это Привлекает Особенно Женщин Которые Бесплодные Они готовы Погладить Это Все Такое И верят Что у них После этого Все наладится У многих Кстати И налаживается Ну а вот Курганы Древние Курганы Это Ирландия И сами Понимаете Это как Чрево Земли Которая В общем-то Разверзлась Вернее Оно Не Разверзлась А оно Чрево Это Беременное И Там Усыпальница Разнообразный Жрец По тайному Проходу Пробивался В определенные Дни С лампадой Зажженной Кстати И солнце В определенный День Только может Раз в году Или того Раз в год Туда пробиваться Освещать Этот сам Склеп Ну и сам Он Видите Видит Такого Чрева Выглядит Вполне себе Очень даже Как говорится Недвусмысленно Указывает О том Что это Такое За Символ Потому что Символ И Захоронение Это Курган Заложников Так называемый В Орландии Место Опять-таки Паломничества Современных Искателей Культа Это уже Наши Наши Отечественные Скифские Курганы Часть из них Была разрушена Еще в советское Время Вот например Таким образом Скифский Курган Чертамыка Он Фактически В 1979 Году Прекратил Своё существование Потому что В сталинское Время Вообще было принято С курганами Достаточно Быстро Расправляться С помощью Всякой Техники Почему Около 30 тысяч Курганов Было разрушено Только в Сталинской И в После Сталинской Еще больше Потому что В общем Искали золотишко Для нашего Как говорится Музейчика Музейчика Который В Петрограде Бывшем Ну я понимаю Зимний дворец Все такое Скифское Золото Русский Музей Все это Надо было Пополнить Коллекции Но тем не менее Китайцы Пошли Иным путем Они своих Императоров Не столь Яно Разрывают Которые там Зарыты Первый император Покоится И как говорится Они даже запрещают На этот курган Кое-кому Входить Особенно Из-за иностранцев Потому что Нечего Как говорится На горе На голове У императора Как говорится Вдруг кто-нибудь Справит там Нужду Или что-то В общем Нехорошо Тем более Иностранец Поэтому они гоняют Всех иностранцев А своих Только под приглядом Пускают А наши Разрывают В общем Зря Потому что Эти курганы Построенные Как говорится Возле границ Степняков Они с той стороны Китайской Храняют Китай До сих пор От вторжения Кочевников Которых Уж давным-давно Но и след Простыл И мы знаем Там были гоны Там были эскифы И прочее Разные То есть Китайская История Изобилуют Разными Случаями Когда они Противостояли Кочевникам Великой степи Эти великие Как говорится Кочевники Посягали И чтобы Вот этого Не было Их императоры Их придворные Их вельможи Ложились Костями В курганы Аналогичные С кивским Такие Китайские Пирамиды Которые В общем Из леса Сделаны Определенным способом Но в целом Они повторяют Конструкцию Скифских Курганов Скифы Напомним Пятый век До новой эры Появляются Фактически Накануне Пасхальной недели Собирался До революции Накануне Пасхальной недели Сейчас уже Не собирается И выкупали Старую калиачу Всем миром Всей деревней Кормили ее Овсом Кормили там Пойли Заплетали косички Разными Леночками А потом Что Вешали Жернов На шею Стреноживали Все связывали Ноги И заталкивали Ее в пруд Всем миром И в общем Топили Это было Приношение В Диному Для чего Это и делалось Чтобы покойники Которые Накануне Пасхальной недели Пробуждаются И желают Выбрать себе Новое рождение Они В общем-то Появилось У них Средство Доставки На землю То есть Конь Доставлял Этот Утопленный Конь Это Жертвоприношение Коня Он доставлял Покойников На землю Это было Все очень Прадостно И радостно Но конечно Для коня Для этой Старой клячи В общем Это совсем Нерадостное Было событие Найдены Косочки Этих коней В некоторых Прудах В общем Жалко Коней Ну а что Делать Зато Покойники Людей На них Садились И Таким Образом Рождались Ну Такой Поверь Сохранилось Я думаю Еще С тех Времен Когда наши Предки Типа фасьяновских Или там Дьяковских Племен Кочевали Лесное скотоводство Имели И прочее Разное И у них Был развит Культ коня Тем не менее Сохранялся И Пасха Великий Четверг Вот в старину Зажигали Огоньки Вот мы Видим На этой картине Страстной Четверг Само понятие Страсти Страсти В общем Господня Ну в смысле Страсть Страстная Ассоциируется Еще И с Другим Не только Страсти Иисуса Но и страсти Как бы Эмоционально Гормонального Характера Которые Возрождение Весны Приход новых Так сказать Всяких Веяний И желаний И прочее Разные Природа Пробуждается И вспомним Культ Осириса В принципе Весенний Культ Осириса Или аналогичные Культы Которые были У Греков Адониса Когда Садики Сажали Когда Шли Процессии В травмных Одеждах Сначала Хоронили Адониса Топили Как говорится Как того Коня Нашего А потом Он как бы Взрождался И уже Праздничные одежды Женщины Переодевались И уже Адонису Встречали Он возрожденный Типа того В общем И женщины Уже настолько Как бы Эмоционально Были готовы К всему Что В принципе Готовы были Зачинать Прям не отходя От кассы В смысле Не отходя В общем От этой Процессии Вот так Было В древности Сейчас Конечно Все строже Все Как бы Сказать Суровее Все под Под кровом Ночи Тем не менее Яйца Расписывают Яйца Расписывают Перед Пасхой В общем И сама По себе Что такое Пасха Пасха Мертвых Есть Как раз Ну Символ Такой Что Мертвые Тоже Пасху Хоть хотят Вместе С живыми Отметить Поэтому Они приходят Приходят В этот мир И Они впускают С того света Души Чтобы они могли Посетить свой дом И отметить свою Пасху С этим Восточным У южных Славян Связано Поверие в том Что в течение Всей пасхальной Недели Либо в период От Пасхи Два Вознесения Христос Ходит по земле И каждый умерший В это время Попадает Прямо в рай Вот таким образом Как говорится После утренней Службы Ходят Христосовца С усопшими На кладбище Зарывают Яйцо В могилу В могилу Дорогие друзья И поминение Поминование усопших Противоречит Церковному Канону Ну это как бы Такая присказка На самом деле Конечно Сколько Говорила нам Церковь Не ходите Дорогие друзья На Пасху На могилу Это языческий обряд Нет Ходят Ходят С куличами Зарывают Некоторые яйца Туда Прямо в могилу А некоторые яйца Катают В общем-то Прямо с могил Понимаете Это тоже Запрещено Церкви Нельзя катать В общем Яйца с могил Хотя такой В принципе Обычий был У наших Древних славян И дети Очень даже Этим развлекались В общем-то Тому свидетельствам Разные картины Разные документы И записки Этнографов Хоть этнографов Уже и нет В помине Но остались куличи А что такое кулич Дорогие друзья Ну вы сами понимаете Что кулич Недвусмысленно Показывает нам Что В Пасху Как раз Когда мертвый Приходит То ему надо Как говорится Все причин Дала Иони И как говорится В общем Вот это вот все То есть Каким-то образом Детей-то Надо зачинать Мы сами понимаем И конечно Считается Что Это историки Археологи Так считают Что это рудименты Древнего культа И что Катание яиц Это тоже рудименты Некого Так сказать Ритуала Когда на могилах Извините Зачинали Новых детей В принципе Когда Гитлеровцы Пришли к власти Ведомство Гиммлера Сананербы Ихним Работало сильно В общем Они Исэсовцев Даже Обязывали Ходить на могилы По весенним дням Которые соответствуют Нашей красной горке Они у нас Красную горку Немцы украли Ну в смысле Как такой символ И Зачинать там На В общем-то На разных Так сказать Могилах Всяких своих Этих Герцогах И всяких Прочих Там Геммлер Считал Что он Так сказать Реинкарнация Некого Древнего Короля По-моему Филиппа Второго Или как бы Ну ладно Это как говорится Все очень даже Веяно Всякими Историями Но вот Действительно Дети Катают Катают Эти Потому что Хоть и не с могилы Но такая горка А раньше С могилы Вполне себе И вот Этот Праздник Столы Усопших Что есть На кладбище Кусок в горло Не лезет Кругом покойники Душу их Тем не менее Мы же угощаем И через хлеб Через этот Каравай Ну в смысле Через кулич Через эти яйца Мы как бы Призываем их Войти В нас В нашу плоть И Особенно Это касается Молодых И всяких Прочих Так сказать Подростков Потому что Туда их тоже Брали На это Они в общем Там устраивали Гуляние Опять-таки Веселились Сначала В траурных Обдеждах Как прямо Вот в Греции Шли Туда Оплакивали И все прочее Девушки А потом Значит Во второй половине Дня Красной Горки Которая будет Вот В будущее Воскресенье Радунице Так называемая Радуническая Неделя Они Переодевались В праздничные Уже водили Хороводы Заигрывались Юношами И все прочее Так А вот На нашей Родной Хохляндии Как говорится На их Как говорится Незалежной Они в общем Вешают Рушники Для чего Чтобы покойнички Перед тем Как прийти Вымыли руки И в общем Отряхнули с себя Тлен и пепел Вот этих Сожженных Ну Они не сжигались Но в общем Стряхнули с себя Тлен Это тлен Могил И вымыли руки И в общем Лицо вымыли И пришли уже Чистые В землю С чистыми Помыслами Чтобы родиться Вновь В новом теле А это уже В родной Как говорится Неродной Белоруссии То же самое В принципе Радуница Все такое Отмечается Несмотря на Запреты Христианской Религии Все это В общем-то Есть Подспудно Существует Ну и мы на могилах Видим эти Накрытые столы Которые ломятся От всяких Явств Ну и конечно Там и выпивон И закусон Мы с вами понимаем В общем А эти грустят Со старик Со старухой Потому что Они уходят Мы сами понимаем Скоро Уходить Малец Он играет С яйцами Катает их С могилки А девушка Уже Плодородного возраста Она куда-то Смотрит Вдали Задумалась И руки На животе Скрестил В смысле Ждет То есть Она видимо Ждет Что в чрево Войдет Покойник Допустим Прадедушка Какой-то Или Прабабушка И в общем Будет есть счастье Ну и таким образом Как говорится Была у славян Такая религия Тоже И вернее Сохраняется Ну подспудно Сохраняется Как мы понимаем Все это не очень Артикулируется Ну сидят На могилках Это вот Дореволюционная По-моему Архипов Картина Очень даже Приятно Все люди Так сказать В погожий день Природа Еще не пробудилась Она только Как говорится Просыпается В общем А люди Люди Они Мечтают Мечтают О том Что Скоро Наступит Светлый век Ара Светлых годов Клич Пионера Всегда Будет готов И кстати Костры тоже Зажигали В этот день На родницу Ну конечно В общем-то Не пионеры Зажигали А зажигали Чтобы сжечь Это чучело Ненавистное Чучело Старого мира Мертвого мира А уже пионеры Приватизировали Это вот Все Понимаете И получилось так Что Красная Горка Стала уже Как бы Пионерским праздником На самом деле Это конечно Не пионеры И не красногвардейцы Это устроили А хороводы Пляски Песни Разнообразные Фривольности Ну а как Без них Надо же подготовить Женщин Надо подготовить Вести их Вкус делов Вести их В паровод Закрутить Завертеть А уж потом Приступать К самому главному Зачатию на могилах Ну в принципе Я этого не говорил Но в принципе Это и так понятно Что недалеко Где-то В общем Чтобы дух Мог войти в чрево Будущей женщины Ну и вот Мы видим Этого Советского Уже Периода Открытки Красная горка Молодец На молодицу Смотрит Недвусмысленно Держит ее за руку А сам смотрит Ей на живот Ну в общем Все понятно Все очень хорошо Все приятно И все и так И не двусмысленно А тут уже Чернявый Молодец В общем Светлую Какую-то Молодицу Схватил Непонятно Кто он Может быть Он Хазар Какой-то Может быть Он Туркмен И так сказать Южно-Сибирская Переходная Расса Как говорится Уже Потомок Неких Кочевников Которые Имеют Монголоидную Принес Но тем не менее В принципе Я тоже Этого не говорил В принципе У нас все Как говорится Равны И Хазар И прочие Разные Гастарбайтеры Они Могут Как говорится Ухватить Кого угодно В принципе Если захотят И если Конечно Согласится Светловолосая Как говорится Дама Дама А может быть Ей заполня Ну в общем Не будем продолжать Эту аналогию Она явно Гнилая В общем Было все хорошо В 910 году Видите Картины 910 913 А потом Все стало плохо Потому что Эти праздники Обряды Как бы Стали уже Какой-то Инсинуацией Хоть и поздравляли На советских Открытках С Красной Горкой Счастья, Любви И благополучия Недвусмысленно Желали Но в общем Кое-кто и плакал Понимаете Плакал После Красной Горки Как раз Начинались Разнообразные Период Свадеб Всяких Рассел Ну в общем А вдруг Выдали не за того А вдруг Гастарбайтер Увозит Как говорится Понятно Что плач А может быть Ритуальный плач Поплакать Чтобы набить Себе цену Ну в общем Кто его знает Как было В прошлом Можно лишь догадываться Историки И этнографы Лишь Какие-то Предположения Строят На самом деле Егорий Вешний У некоторых С Радуницы Из Красной Горки Ассоциируется Ассоциируется Гравюра Лубук Опять-таки 19 века Что в этот день Делали Выгоняли Первый Выгон скота На зеленую травку И как сказал В одном анекдоте Иван Васильевич Который меняет Профессию Этот кусок Не вошел В известный фильм Что выгнали Так сказать Этого теленка А он попал В яму Стал прыгать Прыгать И в общем Пришлось Руководителю Колхоза Писать отчет На этот счет И в принципе Он написал Умер от радости Когда его В общем Этого теленка Умер от радости Когда его выгнали Первый раз На зеленую травку Потому что Действительно Скот застоялся Ему хочется Пообщаться Корове с быком Бык Как говорится Корове тык Ну это такая частушка Корова мул Спасибо бык Ну это опять Частушка Мы сами понимаем Что эти фривольные частушки Они не просто так Они символизировали Начало весеннего Как говорится Цикла Когда закручивалась Карусель Вот этого Деторождения Причем прямо все Хотели именно Вот в Красную Горку И зачать Понимаете Почему Тогда на Рождество Пасха Как бы Так сказать Начало Через раз Два Три Четыре Восемь Девять Месяцев В общем На Рождество Они все Как бы все И рожали Как раз Под Новый Год По новому Ну тогда Это был Новый Год Это солнцестояние Зимнее Тем не менее В принципе Вот там и рожали А почему Женщины Сидели Дома Еды Много В избе Тепло И нянчиться С ребенком Очень хорошо Поэтому В общем Всегда приятно А уже Когда полгодика Пройдет В общем Уже Майские праздники Можно этого ребенка Выпустить На травку Порезвиться На четвереньках Поползать Яйца покатать Как говорится На могилах Такая вот Жизнь Круговорот Карусель жизни Древней Она все Шла и шла И понятно Первая борозда Уже видите Урядник здесь Поп И все такое Прочее В общем А это на проклятом западе Дорогие друзья Вместо того Чтобы праздновать Красную горку Что они делают Они вальпурговую ночь Устроивают А раньше вообще Голые Как говорится Ведьмы бегали Но сейчас Они сжигают Эти чучела Но это проклятый запад Мы же сами понимаем Что Ну Хоть и не голые Но понимаете Уже Недвусмысленный намек Некоторые Между прочим Пытаются раздеваться В этих самых Вот Типа Чтобы было Приближение Ближнее Вот А чтобы Иная Как бы Форма Они устраивают Инквизицию Что Типа Мы не голые Мы вот В этих колпаках Такие Пуритании Все такое Прочее Но это на проклятом западе Мы сами понимаем Это на закуску В общем Для сравнения И таким образом Какой вывод Мы делаем Вывод довольно Простой Что В принципе Выгоняли На В принципе Красную годку И скот И людей И в принципе Все катали яйца Все ели Пасхальные куличи И в общем Призывали Мертвых Войти В чрево Женщин Чрево Это открывали С помощью Специальных Инструментов И фактически Цикл Завершался Цикл Продолжался Новое рождение Продолжало Старое А старое Новое Всего доброго Александр Белов